Уважаемые студенты третьего и четвертого курсов, мы продолжаем изучение дисциплины «Академическое письмо». И тема 10, а лекция 11 у нас это «Академическое эссе. Принципы его создания». Цель данной лекции – изучить основные принципы создания эссе, рассмотреть логику построения эссе, а также проанализировать структуры и отличительные особенности академического эссе. В плане нашей лекции три вопроса. Первый – основные принципы создания эссе. Второй – логика изложения в эссе. И третий – академическое эссе, его структура и отличительные особенности. Итак, начнем с вопроса «Осные принципы создания эссе». Родоначальником жанра эссе считается французский мыслитель Мишель Монтень. Вот его портрет, посмотрите, пожалуйста. Это выдающийся французский философ, мыслитель, который жил в 16 веке. В его книге «Опыты» Эссе, изданной в 1580 году, впервые был заявлен феномен «Я сам». Усиленный самоанализ, рефлексия, направленная на постижение автором в самом себе всеобщих универсалей. Изображены движения мыслей, процесс думания, подчиненные внутренней индивидуальной мелодии, стремление к чистоте, искренности и естественности. Создан эффект непритязательного субъективного стиля, непосредственности и спонтанности. Это очень интересная книга для своего времени. Она намного опередила свою эпоху. Вот один из экземпляров книги Мишеля Монтеня «Эссе» или «Опыты». Год издания – 1588. И книжка издана в Париже, как мы видим. Итак, вот «Эссейс де Мишель Монтеня». Вот начинается текст. Видите, как раньше заглавные буквы печатались. Очень интересная книга. И видите, сколько ей уже лет. Более 430 лет. Это разделы, это содержание этой книги. Сколько разделов, да, в этой книге. И показано, на какой странице можно найти тот или иной раздел. А вот интересное издание. Эссе Мишеля Монтеня. Перевод с французского Чарльза Кортена. А иллюстрации к этой книге написал знаменитый Сальвадор Дали. Видите, это, кстати, в его стиле. Итак, Сальвадор Дали сделал эту книгу по-настоящему яркой и уникальной. Она издана в знаменитой издательской корпорации WDN Company Incorporated. В русскоязычных изданиях слово эссе первоначально переводилось как «Опыт, проба, набросок, испытания, очерк». Почти через столетие к Жену Руссе обратился английский философ Фрэнсис Бэкон, а заглавив свое произведение все тем же словом «эссейс». Это вот выдающийся английский философ, мыслитель Фрэнсис Бэкон. Что же такое эссе? В международной гуманитарной традиции данный жанр рассматривается в контексте терминных различных научных дисциплин антропологии, философии, аксиологии, литературоведения, лингвистики и других. В настоящее время существует множество композиционных типов и моделей и реализации данного жанра, воплощенных в различных формах. В отечественной гуманитарной практике выделяются следующие типы эссе. Первое – с точки зрения типа речи и функционирования, академическое и неакадемическое. Второе – с точки зрения содержания, литературно-художественное, научно-художественное, журналистское или публицистическое, философское, философско-правовое, лингвистическое, литературно-физическое, математическое, педагогическое, искусствоведческое, кинематографическое, телевизионное и так далее. С точки зрения формы, эссе может быть в виде рецензии, заметки, письма, страницы и дневника. С точки зрения типа речи, это описание, рассуждение, повествование. А вот западная гуманитарная школа предлагает несколько иную классификацию. Первая опция это opinion essay. Opinion это мнение по-английски. Итак, выражение и аргументация своего мнения по какому-либо спорному вопросу. Response or action essay. Response по-английски ответ. Это отзыв на литературное произведение или фильм. То есть реакция или ответ. Research essay. Английское слово research означает исследование. Это эссе-исследование, близкое по цели и задачам, курсовой или дипломной работе. Pursorize essay. Это эссе-убеждение. Argumentative essay. Это эссе-аргументация. Compare and contrast essay. Слово compare в английском языке означает сравнение. Есть такое понятие компаративное исследование. Или даже есть термин такой компаративистика. Сравнительное исследование. Итак, compare and contrast essay. Это эссе-сравнение или сопоставление. И, наконец, analysis or interpretation essay. Это analysis, анализ, да, по-английски. Или интерпретация. То есть это эссе-осмысление, эссе-толкование. Академическая эссе является одним из научных жанров наравне с курсовым и дипломно-кулистационными проектами, статьей, рефератом, конспектом, аннотацией к статье, рецензией или докладом. В русском языке слово академический означает, относящийся к академии, как научному учреждению или высшему учебному заведению. Название академическое письмо, напоминаю, пришло в Россию и Казахстан, да, соответственно, из западных университетов, которые предлагают студентам цикл занятий, число которых обязательно входит academic reading and writing или introduction to effective reading, introduction to university writing. А introduction – это введение, да, это введение, так сказать, к эффективному чтению, да, или там введение к написанию работ на университетском уровне, да, скажем так. Или вот видите, academic reading and writing, да, reading – это чтение, writing – это письмо, вот это академическое письмо, чтение. В английском языке слово academic означает ориентацию на определенный круг людей, их сообщество, обладающее своими правилами поведения, общения и формирования. В настоящее время академическое эссе все больше привлекает внимание педагогической общественности. Данный вид письменной работы применяется в качестве промежуточной и итоговой отчетности в силу того, что подлежит объективному измерению. Преподаватель, имеющий большой практический опыт в сфере академического письма, отмечает самоочевидное его достоинство. Дело в том, что работа над научным эссе, во-первых, заставляет обучающихся систематически порождать связанные тексты по изучаемому предмету. Во-вторых, привлечает его к умственной дисциплине, требует от него медленного внукчивого вникания в предмет и упорядочивания своих мыслей при письменном их изложении, способствует закрепление материала. В-третьих, помогает освоить язык данной предметной области и выработать навыки академической грамотности, тренирует наблюдательность, аналитичность, цепь взгляда. В-третьих, развивает межпредметные и междисциплинарные связи, исследовательские и коммуникативные компетенции, что очень важно, формирует индивидуальный стиль. В-пятых, студент учится совмещать субъективное знание с источниками объективного знания. И, в-шестых, позволяет наблюдать над его постепенным интеллектуальным взрослением. Теперь по гримологии изложения в эссе и структуре отличных особенностей академического эссе. Итак, структура академического эссе состоит из следующих частей. Первый – это заголовок по-английски title. Отражает основную научную проблему, которая посвящена эссе. Заголовок должен быть оформлен эстетично. Затем идет вступление. Introduction – это тезис проблемы. Вступление, как правило, содержит первое – общее введение. И второй пункт – основная информация или сведения по истории вопроса. Описание того, о чем конкретно будет говориться в основной части. Дальше идет аргументация. По-английски body или тело, если так дословно перевести. То есть главная или основная часть, скажем так. Аргументированное раскрытие проблемы на основе собранного материала. Анализ данных и аргументация должны точно соотноситься с поднятыми в эссе проблемами. Данная часть работы включает соотношение и обобщение других точек зрения с возложением собственной ее обоснования. В ходе аргументации рассуждения экономики используют в качестве иллюстративного материала эмпирические сведения. В данной части работы следует придерживаться строгой структуры и иерархии. То есть идти от главного к второстепенному, от более к менее важному. Наказательства должны быть сильными, убедительными, взвешенными, эффективными, самостоятельными, непротиворечивыми. Их количество зависит от обсуждаемой проблемы, избранного плана и логики развития мысли. Для выделения главных моментов, аргументированного изложения, обозначения его основных пунктов и соблюдения логики в раскрытии проблемы, рекомендуется использовать параграф или подзаголовки. Их тоже можно отдельно заглавливать. Один параграф или подзаголовок должен отражать одну главную мысль. И, наконец, в конце эссе обычно следует заключение по английски conclusion. Краткое обобщение и изложение основных аргументов. Заключение может содержать также очень важный, дополняющий эссе-элемент, как указание на применение вашей работы, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Чем отличается академическое эссе? Каковы его отличительные черты? Это резкая персонализация, рефлексичность, критичность, при том, что главная цель это высказать свое мнение, убедительно доказать и аргументировать его. Академический стиль, точность, четкость, ясность, богатство мысли. Логичность и легкость изложения мыслей. Не забывайте, что вас, как правило, судят по тексту. Объем эссе обычно от 1500 до 4000 слов. Вот рекомендации научного сообщества по подготовке и написанию академического эссе. Критерии оценки эссе. Знание фактического материала в рамках обсуждаемой проблемы. Ее место и роли в контексте современного научного знания. Шире программ в подготовке баклавриата или магистратуры. Способность построить и доказать собственную позицию на основе приобретенных вами знаний. При этом необходимо помнить, что в гуманитарной сфере не существует абсолютно правильных или неправильных ответов на вопрос. Есть более или менее аргументированные точки зрения. Качественная подготовка, необходимая для эссе-материалов. Это должны быть конспекты научной литературы, лекции, записи, дискуссии, собственных размышлений, приобретенный опыт, их обобщение и изложение. Лучшей предварительной работой при подготовке эссе является конспект статьи, монографии и т.д. Оптимально выработана стратегия проработки научных источников. Рекомендуется сначала прочитать 2 или 3 актуальных, недавно изданных энциклопедических и словарных статьи в качестве отправной точки исследования. Научные статьи и монографии ведущих ученых в данной области. Мы знаем, что в каждой теме есть крупные имена, которые нельзя обойти молчанием, да и дающие ясное представление о трактовках изучаемой проблемы. Стратегическое чтение позволяет увидеть ключевые ориентиры по теме. Какие существуют дискуссии между исследователями, подходы в изучении, что послужит некой основой для направления развития дальнейшего чтения. Подбирать специальную литературу лучше всего для каждого раздела. Далеко не все источники заслуживают того, чтобы быть использованными. Необходимо прорабатывать наиболее значимые, проверенные и авторитетные. В зависимости от обсуждаемой проблемы, количество научных источников может варьироваться от 15 до 30. Итак, предварительное составление подробнейшего плана каждой части эссе, да, вступление, аргументация, заключение. Продуманный подход к решению проблемы и способ его защиты или агументации. Корректное использование разных терминов и понятий и оперирование научными данными. Четкое обоснование от состояния своей позиции. Вы видите, да, что при формировании собственной точки зрения по той или иной проблеме в центре внимания окажется ваша способность или возможность критически независимо оценивать круг данных и точки зрения, аргументацию других. Способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов. И очень важный элемент это соблюдение научной этики. Мы еще раз говорим о том, что должны быть сноски к каждой работе. Необходимо включать обязательно выдержки из работы, ссылаться, цитировать, указывать первоисточники, исключать обязательно в случае плагиата, правильно оформлять список библиографии и нужно следовать нормам и правилам языка, на которым пишется эссе. Ну и обязательно перед отправкой, так сказать, эссе нужно обязательно проверить. И мы подходим к вопросам для закрепления. Первый. Что означает термин эссе? Второй. Чем академическое эссе отличается от литературного? Третий вопрос. Какова логика изложения в академическом эссе? Четвертое. Назовите отличительные особенности академического эссе. И последний, пятый вопрос. Чем отличаются эссе в англо-американской и отечественной академической традиции? И в завершение список рекомендуемой литературы. Здесь есть ряд работ вам уже хорошо известных. Это работа Бут, академическое письмо для историков. Байхметовой, Дусенбиной, Короткиной, Налетовой, Прохорова. И особенно обращающего внимание на вот эти две работы. Работа Минеевой и Н. Академическое эссе. Теория и практика жанра. Видите, это статья, которая вышла в работе «Филологический класс» за 2015 год. И вот в начале презентации была информация о Монтене. Вот ссылка на источник. Благодарю за...